Вопрос об обеспечении улиц наружным освещением обсуждался на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Отмечено, успешная реализация мероприятий контракта жизненного цикла «Светлый город» пока не позволяет решить проблему полностью. Неосвещенными остаются улицы в основном частного сектора в отдаленных микрорайонах. Дело за финансированием. Со всеми документами был предоставлен перечень неосвещенных улиц в городе Ежель-Тагив. По грубым подсчетам, это у нас порядка 45 километров, у вас информация 40 километров, но мы еще нашли эту улицу. То есть не факт, что этот перечень не будет пополняться. Необходимо будет порядка 300 миллионов рублей. Постоянная комиссия по социальной политике рассмотрела ход ремонта дошкольных образовательных учреждений. В 2021 году на работы по замене окон, текущему ремонту кровель и внутренних помещений из муниципального бюджета направлено около 10,5 миллионов рублей. Примерно такая же сумма израсходована на первый этап капитального ремонта детского сада номер 10, к которому приступили в прошлом году. Кроме того, в текущем капитально отремонтируют детский сад номер 20. По текущим ремонтам дошкольных образовательных учреждений в 2022 году планируется направить на эти цели 6 миллионов. Данные средства будут предусмотрены при очередной корректировке бюджета. Сейчас за счет экономии мы определили перечень учреждений и работы будут выполняться в течение летнего периода. Изменения в правила землепользования и застройки города – основной вопрос состоявшегося заседания Депутатской комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию. Поправки внесены городским управлением архитектуры. Так, изменяется целевое назначение одного из земельных участков в поселке Уралиц для развития туристического кластера. Устанавливаются санитарно-защитные зоны под газопроводами и вышками мобильной связи. Поправки вынесены на утверждение Нижнетагинской городской думой.